МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сказал Болт, который является давным поклонником английского клуба и хотел бы встретиться с главным тренером команды Жозе Мауриньо. Усейн Болт на Олимпиадах в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро завоевал в общей сложности 9 золотых медалей в трех дисциплинах в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете. Кроме того, на его счету 11 побед на чемпионатах мира. 30-летний спринтер, действующий рекордсмен мира в беге на 100 и 200 метров. В марте ямайский спортсмен заявил, что намерен уйти из большого спорта после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Усейн Болт планирует завершить карьеру после чемпионата мира 2017 года. Международный Олимпийский комитет предложил переизбрать на новый трехлетний срок действующего президента Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди. Британец в числе прочих инициировал расследование о применении допинга российскими спортсменами и помешал многим из них выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, напоминает издание Inside the Games. На заседании МОК представители организации выступили в поддержку главы ВАДА Крейга Риди, который намерен баллотироваться на второй срок. Исполнительный комитет выслушал программу сэра Крейга Риди в преддверии выдвижения его кандидатуры. МОК предложил представителям ВАДА проголосовать за переизбрание британца на новый президентский срок. Сообщили представители комитета, обосновав свою позицию тем, что Риди стремится соблюдать Олимпийскую хартию, правила Всемирного антидопингового агентства и всех заинтересованных сторон. Риди возглавил ВАДА 1 января 2014 года и, согласно действующим правилам организации, имеет право баллотироваться еще на один трехлетний срок по истечении предыдущего. Новые выборы президента должны состояться в Глазгу на съезде учредителя агентства 19-20 ноября. Продвижение британца на второй президентский срок происходит на фоне обострения отношений МОК и ВАДА, которые ухудшились перед Олимпиадой в Рио. Как напоминает издание, после оглашения первой части доклада Макларена о допинге в России 18 июля, ВАДА рекомендовала Международному олимпийскому комитету отстранить всю российскую делегацию от Олимпиады. Однако глава МОК Томас Бах не принял рекомендацию агентства, предоставив Международным федерациям отдельных видов спорта самим решать судьбу российских спортсменов, что и послужило причиной дальнейших разногласий двух ведомств. На прошлой неделе в Барселоне собрались мастера парусного спорта на вручении наград лучшим яхтсменам года. Как сообщает ресурс Sales News, престижных трансокеанских гонок в уходящем году не проводилось, а потому за победу боролись главным образом участники Олимпийских игр. У женщин почетное звание получили британки Ханна Миллс и Саския Кларк. Вице-чемпионки Лондона в Рио-де-Жанейро поднялись на верхнюю ступеньку подиума в классе гоночных яхт 470. У мужчин лучшим яхтсменом года был назван 55-летний аргентинец Сантьяго Ланхе. Всего за год до Олимпиады Ланхе диагностировали рак и удалили одно легкое, так что даже само участие в играх было для него маленькой победой. Однако Ланхе не стал довольствоваться малым и завоевал звание чемпиона в классе гоночных яхт Накро-17. Временный тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт хочет узнать от футбольной ассоциации Англии перспективы возглавить команду на постоянной основе. Исполняющий обязанности главного тренера признал, для него важно узнать решение ассоциации как можно раньше, передает слова Саутгейта BBC Sport. Думаю, было бы хорошо разобраться с тем, кто ответственен за ту или иную работу до конца ноября или в середине декабря этого года. Это важно, поскольку в следующем году молодежной сборной нужно выступать на чемпионате Европы, а национальной команде готовиться к играм отбора на чемпионат мира 2018 в марте. Цитирует издание Гаррета Саутгейта, который обратил внимание и на то, что сейчас в основной команде трех львов лишь немногие из игроков обладают большим опытом выступления за сборную. Он отметил Уэйна Руни, Гарри Кехила и Джо Харта. Однако, добавил тренер, за время его наставничества команда добилась существенных успехов, хотя это для нее не предел. Сами игроки также считают, что руководство сборной должен взять на себя именно Саутгейт. Уэйн Руни говорит, тренер сделал все, что мог и остается фаворитом. Сам специалист заявляет, что ему понравилось исполнять обязанности главного тренера сборной Англии, но итоговое решение зависит не от него. Гаррет Саутгейт сменил на посту Сэма Эллардайса. Под его руководством команда добыла победа над Мальтой и Шотландией, сыграла в ничью со Словенией. А после четырех туров в группе F англичане занимают первое место, имея в активе 10 очков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова